Память героев, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны, почтили Первоуральские металлурги. Как приближали день победы на фронте и в тылу, и почему важно сохранить историческую память, далее в сюжете. Праздничная атмосфера здесь чувствуется с самого утра. Сотрудников Первоуральского новотрубного завода ТМК встречают у проходной и вручают им символ победы – георгиевские ленты. Она у меня из прошлого года дома лежит. Я сохраняю ее, я считаю, что это нужный атрибут, символ. Так что вот, всех с праздником. В день победы у мемориала заводчанам, не вернувшимся с полей сражений, собрались металлурги разных поколений. В этом празднике радость и боль, улыбки и слезы. И нам очень важно помнить и никогда не забывать эту страницу, страшную, трагичную, унесшую миллионы человеческих жизней. Низкий поклон и вечная память нашим дедам и прадедам. В первые дни войны на фронт ушли почти две тысячи работников завода, а всего за годы Великой Отечественной свыше шести тысяч. Более восьмисот из них не вернулись. Фамилии героев высечены на мемориале, где горит вечный огонь. Не так давно этот список пополнился. В 60-м году, когда строили этот мемориал, то моя мама приходила в Фаровском и просила внести имя моего дяди. Оказывается, он погиб 15 июля 1943 года на станции Паныры в Курской области. В это время шло Курское сражение и в настоящее время его имя все-таки внесено. На доску обелиска мы очень благодарны администрации завода о том, что они восстановили историческую справедливость. Металлурги сражались на фронте и трудились в тылу. За время войны освоили более ста новых видов продукции, а в послевоенное время все силы были брошены на восстановление промышленности. Главное – сохранять технику безопасности. Потом помогать рядом стоящим, чтобы когда они на перерыв пошли, подменялись. Я всеми волковую машину подменяла, когда крутилась. Досталась нам. Очень напряженно работали, потому что было восстановление страны. И все надо было для этой цели. Все понимали это. Так что это святой праздник, который у нас никак не передает. И никто никогда его не выбьет из нашей памяти. Теперь важно, говорят ветераны, передать память о событиях, произошедших 79 лет назад следующим поколениям. Чтобы трагедия не повторилась. Николай Свердлов, Алексей Вербицкий, Денис Кромцов. Новости. Первоуральск. Новости. Новости.